Член Комитета по безопасности и противодействию коррупции назвал теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле очень продуманной акцией, где в цепочке присутствует вербовщик, заказчик, исполнители. Конечно же, в его комментарии рассказ шел об Украине и США. Без всякого сомнения, что спецслужбы западных стран Украины непосредственно причастны к этому террористическому акту, потому что они хотели скрыться именно на территории Украины, и для этого был обеспечен специальный план отхода. Версии Минобороны депутатов и всех спецслужб России во главе с Путиным трещат по швам. Помните, что Путин заявил о том, куда направлялись террористы, устроившие кровавую бойню в Крокусе? Но так ли это? В 16 километрах от границы с Белоруссией они Украиной задержали авто с вероятными террористами. Об этом говорят и белорусские СМИ. Теперь понятна версия о путинском окне, которое кто-то подготовил раньше. Из России в Беларусь. И кто же это мог его подготовить? Ну и посол Беларуси в России заявил, что спецслужбы республики принимали участие в задержании террористов, чтобы не дать им пройти через границу союзного государства. Это не совсем сочетается с версией Путина о том, что боевики хотели идти к украинской границе. Украинский след пытаются привязать ко всему. Теперь так называемая спецоперация в Украине завершится быстрее. Все-таки события связаны с Украиной, заявил депутат Госдумы Чепа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...